В первую очередь я хотела бы выразить глубочайшую свою признатель, благодарность организаторам, которые нас пригласили и дали возможность рассказать о своих работах. Я расскажу немножечко больше, чем просто Линкс-2 и про другие нейромуляторы тоже, которые мы исследуем, в моей лаборатории. Несколько водных слайдов, о чем идет речь. Объекты, которые мы исследуем, относятся все к семействам трехпетельных белков. Эти белки были найдены у множества разных животных, организмов, выполняют совершенно разные функции. Например, у нейротоксинов змеи – это основные составляющие их ядов. И мишенями действия этих нейротоксинов являются никотиновые рецепторы, мускариновые рецепторы, айсики. Саламандры, например, трехпетельные белки могут выполнять как функцию гормонов, так и функцию белков, которые отвечают за регенерацию конечностей. И у плодовой мушки, например, трехпетельный белок слиплос, известно, что его мутация приводит к тому, что мушка теряет сон, перестает спать. У рыб трехпетельные белки были обнаружены, их важная роль при эмброгенезе. Трехпетельные белки были обнаружены в центральной системе птиц. И даже трехпетельные белки недавно были обнаружены у морских звезд и у полипов. Их функция на данный момент непонятна, неизвестна. Но вот у человека тоже есть трехпетельные белки. Их на самом деле не так много. То есть на данный момент известно всего 35 генов трехпетельных белков. Эти трехпетельные белки экспрессируются в мозге, в эпителии, в иммунной системе. И конкретно в моей лаборатории мы изучаем из этих 35 белков 7 белков. В красной рамочке они показаны. 5 белков из мозга человека и 2 белка из абитриальной ткани. И в принципе трехпетельные белки бывают двух типов. Либо мембрана заякоренная с помощью ГПИ-якоря, либо секретируемая. Вот на этом слайде как раз проведены те 7 белков, которые мы изучаем в моей лаборатории. Для каждого белка понятно, что эти белки невозможно получить с природных источников. И никогда они нельзя, наверное, будет получить. Поэтому мы для каждого белка разрабатываем систему рекламентной продукции. изучаемую пространственную структуру с помощью иммерцископии. Это уже в лаборатории Захара Олега Шенкарева. Он тоже у нас присутствует. И сегодня будет с докладом выступать. И для каждого белка тогда мы уже описываем его фармакологические свойства и как они влияют на те или иные процессы в организме. И как вы видите, действительно все они имеют трехпетельную структуру, очень похожую на структуру нейротоксинов змей. Мой зелененький – это токсин из яда на акауте. Значит, так уж получилось, что те белки, которые мы изучаем, нейромодуляторы из мозга человека, они все имеют мишень действия никотинового рецептора. И многие из них как раз имеют мишень у никотинового цехального рецептора альф-7 типа. Ну немножко, что это такое, если кто-то вдруг не знает. Никотиновый рецептор – это элегантно-зависимый ионный канал. Он состоит из пяти гомологичных субединиц. Причем бывают гетеромерные рецепторы, которые состоят из разных пяти субединиц, и гоморецепторы, которые состоят из пяти одних субединиц. Вот альф-7 рецептор, он относится как раз к гоморецепторам. И почему такое большое внимание именно альф-7 рецептору? Потому что известно, что, во-первых, он хорошо представлен в нашем мозге, и известно, что его активация приводит к улучшению когнитивных процессов. И это свойство, оно на самом деле используется при разработке лекарственных препаратов для компенсации когнитивных нарушений, которые наблюдаются при ряде негативных заболеваний, таких как болезнь Дейсгеймера, шизофрения, депрессия и так далее. Исторически первым белком, который мы исследовали в нашей лаборатории из этого семейства, нейромодиатор человека, был ЛИНКС-1. То есть до того, как мы стали его изучать, что было вообще о нем известно. Но было понятно, что он ГПИ-заякорен, то есть он мембраноассоциированный белок. Было ясно, что он слокализуется в разных структурах мозга с никотиновыми рецепторами. Было показано, что он влияет на стихиометрию никотиновых рецепторов в эндопазматическом ретикулу. И была работа о том, что он участвует в регуляции оборудования динтитр-шипиков. В принципе, больше ничего не было о нем известно. Мы изучили его фармакологию, то есть мы получили комбинатный вариант. Изучили, какие именно мишени действия у него есть, в том числе и никотиновые рецепторы 7 типа. Более того, мы исследовали его действия на срезах коры головного мозга. Показали, что в срезах коры головного мозга ЛИНКС-1 потенциирует никотиновый рецептор 7 типа. И, как я уже говорила, это намек на то, что это белок, который, скорее всего, улучшает когнитивные процессы. Также мы, получив эти данные о том, что он потенциирует никотиновый рецептор в мозге, мы тогда решили подтвердить эти наши подозрения в инвива. И мы провели такой эксперимент. То есть у нас было несколько групп мышей. Одни мыши получали интерназально рекомендантный белок ЛИНКС-1, другие мыши получали МЛА. МЛА – это ингибитор никотиновых рецепторов 7 типа, специфический ингибитор. Здесь предназана его химическая формула. То есть таким образом мы фактически подавляли функцию никотинового рецептора в мозге. И были мыши, которые, ну, контроль непонятно, и мыши, которые получали и МЛА, и ЛИНКС-1. И оказалось, что мыши, которые получали ЛИНКС-1, вот они здесь показаны, ЛТП для этих мышей, оказалось, что мыши, которые получали интерназально ЛИНКС-1, у них амплитуда ЛТП значительно вырастала. То есть таким образом мы получили данные, что действительно ЛИНКС-1 может улучшать снафтическую пластичность. А вот мыши, которые получали МЛА, это вот красный цвет, значительно у них снижалось амплитуда ЛТП и происходило подавление снафтической пластичности. Контрольный уровень тут с синим цветом показан. Мыши, которые получали и МЛА, и ЛИНКС-1, у них уровень снафтической пластичности восстанавливался. То есть ЛИНКС-1 может выступать в качестве некого протектора в случаях, когда у нас подавлена почему-то линергическая система мозга, связанная с никотиновым рецептором ЛИНКС-7 типа. Получив эти данные, мы задумались, а вообще, есть ли взаимосвязь, и какие есть вообще связи у ЛИНКС-1, например, с болезнью ЛИНКС-1 и с бетамилоидным пептидом, потому что известно, что бетамилоидный пептид тоже взаимодействует с синим рецептором, и он его ингибирует, его функцию. И для того, чтобы понять, какие взаимосвязи есть у ЛИНКС-1, и вообще играет ли он какую-либо роль в развитии этой болезни, что мы сделали сначала? Мы получили магнитные частицы, к которым мы эквивалентно пришили молекулы ЛИНКС-1 и проинкубировали частицы с гамокинатом мозга человека и анализировали, какие типы субъединиться в никотиновый рецептор экстрагируют такие магнитные частицы. Оказалось, что экстрагируются разные типы субъединиться в никотиновый рецептор это альфа-3, альфа-4, альфа-5 и альфа-7. Далее мы показали, что на культуре нейронов, что ЛИНКС-1 снижается токсичность бетамилоидного пептида, и показали также, что на переживающих срезах, что, ну, понятно, бетамилоидный пептид, он ингибирует нафическую пластичность, это известно по литературе, и наши данные с этим совпадали, а вот одновременная инкубация переживающих срезов с ЛИНКС-1 и с бетамилоидным пептидом приводила к восстановлению синаптической пластичности. То есть ЛИНКС-1 действительно конкурирует с бетамилоидным пептидом за взаимодействием с альфа-7 рецептором и убирает от негативных действий бетамилоидного пептида. Ну и как вишенка на торте, мы проанализировали экспрессию ЛИНКС-1 в коре головного мозга мышей с повышенным амилоидозом, то есть это модельная линия мышей трансгенных, и оказалось, что у трансгенных мышей экспрессия ЛИНКС-1 значительно снижена по сравнению с экспрессией ЛИНКС-1 у здоровых животных. То есть таким образом мы получили картину, когда есть некий белок в нашем мозге, который потенцирует негативную рецептура 7 типа, который конкурирует с бетамилоидным пептидом, но при этом получается так, что при модельных условиях болезни Альцгеймера наблюдается понижение экспрессии ЛИНКС-1. Когда мы повторили эксперименты по терапии, интерназальной терапии с помощью препарата ЛИНКС-1, на модельных животных, у которых был повышен амилоидоз, и оказалось, что действительно терапия ЛИНКС-1 компенсирует и улучшает когнитивную функцию мышей, которые получают этот препарат. И вот для красоты, для более ярких пример того, что действительно ЛИНКС-1 значительно меняет картину мозга, это тут показано изображение астроцитов. Это астроциты гиппокампа, мышей, которые получали интерназальный физраствор, а это так и выглядит астроцит мыши, которая получала интерназальный ЛИНКС. Причем эта терапия продолжалась всего-навсего 3 недели, то есть это недолгая терапия, и уже видно, что значительно восстанавливает структуру астроцита. То есть влияние ЛИНКСов не только связано с нейрональными процессами, но и также в тех улучшениях, которые мы наблюдаем, когнитивных под действием ЛИНКС-1 участвуют также и астроциты. По результатам этой работы нами на самом деле был разработан препарат, и он был запатентован, были проведены доклинические исследования, но клинические исследования, ясное дело, стали, потому что это стоит больших денег, и денег нет. Да, но мы держимся. Еще одним нейромодулятором из мозга человек, который мы изучали, это был ЛИПД-6, и я хочу о нем очень кратко рассказать, потому что оказалось, что на самом деле у нас с вами в мозге есть не только хороший нейромодулятор, который улучшает наш когнитивный процесс и так далее, а есть еще и нейромодулятор, который наоборот нагибирует негативную рецептура 7 типа. Это было немножко удивительно, то есть мы это показали и на ацитах, и на срезах гиппокампа, что действительно ЛИПД-6 ингибирует функцию альфа-7 рецептора, более того, он ингибирует ЛТП, и ингибирует его достаточно эффективно, как и бунгаротоксин, это такой известный специфический ингибитор никотинового рецептора 7 типа. То есть получается картина, что на самом деле у нас в мозге экспрессируются всякие разные нейромодуляторы, которые могут и положительно влиять, и отрицательно влиять, и, возможно, есть какой-то тонкий баланс, когда все эти нейромодуляторы экспрессируются в нужном соотношении, в нужных клетках и так далее, и все это вместе тонко настраивает к нейрологическую систему мозга. Ну а теперь мы переходим как раз к герою нашего доклада. Это ЛИНКС-2, нейромодулятор, опять же, из мозга человека. У вас 7 минут. Я успею. Значит, про ЛИНКС-2, что было известно до того, как мы стали его изучать? Значит, было показано, что он экспрессируется в многих отделах мозга. Было показано, что мыши нокаутные по ЛИНКС-2 демонстрировали тревожное поведение. Было известно, что ЛИНКС-2 уменьшает чувствительность никотиновых рецепторов А4-бета-2 к ацехолину. И были намеки на то, что уменьшением действия ЛИНКС-2 является никотиновый рецептор А4-бета-2 типа. Это гетерорецептор, то есть это не А7-рецептор, это другой тип рецептора, но тоже никотиновый. Значит, ну как для всех остальных белков был получен с ним экспрессия, получен белок, показано, что он структурирован, все с ним хорошо. И дальше мы исследовали, опять же, попытаясь поискать его мишень в мозге с помощью магнитных частиц. То есть мы получили магнитные частицы с ковалентом, прошитым ЛИНКС-2, ингруппировали с мозгом крысы и проанализировали, какие субедницы экстрагируются такими магнитными частицами. Оказалось, что экстрагируются только субедницы А4-бета-2 и А6. То есть действительно похоже, что мишень действия ЛИНКС-2 это А4-бета-2 рецептор. И тут я хочу сделать небольшой шаг в сторону. Дело в том, что А4-бета-2 рецептор это фактически второй по распространенности нейрональный никотиновый рецептор в мозге млекопитающих. Тут приведены как раз разные области мозга и видно, что практически почти во всех областях мозга А4-бета-2 экспрессируется наравне с А7-м рецептором. То есть это очень важный рецептор. И на данный момент уже на самом деле есть препараты, которые используют в качестве мишени действия. Именно этот рецептор – это препараты для лечения депрессии и препараты для лечения, например, никотиновой зависимости. Соответственно, это как бы очень интересно. Значит, мы, поняв, что мишень действия является А4-бета-2 рецептор, изучили внимательно его фармакологию. И оказалось, что, так как это рецептор – гетерецептор, то понятно, что у него есть две разных стихиометрии. То есть когда три субдиницы альфа, например, и две бета, и наоборот, три субдиницы бета и две субдиницы альфа. И вот мы в своих экспериментах показали, доказали, что мишенью действия ЛИНКС-2 является как раз низкочувствительный никотиновый рецептор А4-бета-2 типа. Вот они здесь изображены. И сайт взаимодействия ЛИНКС-2 с рецептором является именно интерфейс альфа-субдиниц. Далее мы исследовали действия ЛИНКС-2 на статистскую пластичность, показали, что он ингибирует LCP. Дальше мы решили понять, что же происходит, за счет чего это происходит, ингибирование, и исследовали действия влияния ЛИНКС-1. И, кстати, в параллели с ЛИНКС-2 на культуре нейронов мы исследовали, как эти два нейромодулятора могут влиять на экспрессию различных автоматных рецепторов, различных факторов статистской пластичности. И оказалось, что в отличие от ЛИНКС-1, например, ЛИНКС-2 значительно снижает экспрессию АМПА-1 рецептора и значительно снижает экспрессию АПСИНА-1. Причем можно хорошо заметить, что ЛИНКС-1, например, очень сильно положительно влияет на экспрессию АПСИНА-1 и СНО-1, что, видимо, как раз и связано с тем, что он такой положительный нейромодулятор. Как я уже говорила, до этого было показано, что ЛИНКС-2 снижает экспрессию А4-БТ2 рецептора в мембране клеток. Мы исследовали, как он влияет на экспрессию отдельных субъединиц и показали, что действительно ЛИНКС-2 снижает экспрессию и субъединицы АПСИНА-2, и субъединицы АПСИНА-4. То есть действительно он на генетическом уровне снижает экспрессию этого рецептора. А вот как раз в случае ЛИНКС-1 наблюдается хорошее возрастание экспрессии АПСИНА-7 рецептора. И, видимо, получается, он его активирует, рецепционность еще больше, и, соответственно, такой обратно-положительный связь. И также мы исследовали влияние ЛИНКС-1 и ЛИНКС-2 на шипики, на культуре нейронов гиппокампа. И тут вы видите результат этого исследования. Видно, что в случае ЛИНКС-1 наблюдается увеличение формирования пинковидных и грибовидных шипиков, в то время как ЛИНКС-2 значительно ингибирует образование тех и других шипиков. Ну и как завершение, мы исследовали влияние ЛИНКС-1 и ЛИНКС-2 на экспрессию различных микро-РНК. Известно, что и уже известно целый список микро-РНК, которые важны и для нейрональной пластичности, и для синаптической пластичности. В том числе известно, что некоторые микро-РНК, их экспрессия меняется при различных расстройствах нейронизативных и при депрессии, например, мы исследовали целый пул этих микро-РНК, и оказалось, что в принципе никакие микро-РНК не чувствуют присутствие ни ЛИНКС-1, ни ЛИНКС-2, кроме микро-РНК-451. Вот для нее наблюдался просто значительный рост присутствия ЛИНКС-2. А эта микро-РНК отвечает как раз за дифференцировку нейронов. То есть, видимо, эффекты, которые мы видим с шипиками, они тут явно с чем связаны. Ну и как выводы, могу сказать, что мы показали в нашей работе, что ЛИНКС-2 асферктивно ингибирует альфи-3-бит-2-рецептор, определили интерфейс взаимодействия, показали, что ЛИНКС-2 ингибирует альтеписно-вескопластичность и что это связано с влиянием на экспрессию синапсийных латоматных рецепторов. Показали, что ЛИНКС-2 снижает формирование пинковидных и грибовидных шипиков нейронов гиппокампа и увеличивает экспрессию микро-РНК, которая ингибирует дифференцировку нейронов. Ну и, в общем, можно сказать, что похоже, что ЛИНКС-2, так же, как и ЛИНКС-6, является таким антиподом, скажем так, для ЛИНКС-1. И вот все вместе они существуют, как-то взаимодействуют. И, возможно, какие-то проявления, которые мы видим в разных болезнях, они связаны именно с нарушением экспрессии тех или иных нейромодуляторов. Ну вот на этом слайде наша команда, она почти вся здесь присутствует. Кто-то с докладами, кто-то с постерами. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Время на вопрос, к сожалению, нет. Поэтому…